Друзья мои, здравствуйте! С вами дядя Саша. Давайте немножечко песенку послушаем, и потом я вам всё расскажу. Вы на канале Жукова Муравейники, если что. Максим Лукьянов поёт «Небо». Ссылочка на данную композицию будет в описании видео. Ссылочка на страницу Макса Лукьянова в ВКонтакте. Так что сможете ознакомиться. К чему сие, так сказать, музыкальное произведение? В нём описывается бой, не знаю, который был, действительно, или не был. Я немножко в интернете покопался, не нашёл. Но, тем не менее, Вторая мировая война, вводы Балтийского моря, флагманы российского флота, немецкие, как вы только что слышали, жжёт крейсера. Этакий бой морской, в результате которого тот самый флагман гибнет. Надеюсь, меня не постигнется я участь этого флагмана. И я, ну не то, что я, не конкретно я, как человек дяди Саши, а я как некое виртуальное приложение дяди Саши, останусь на плаву. Ладно, спасибо Максиму Лукьянову, поехали. Итак, у нас с вами The Long Dark, точнее, The Long Park, немодный гость серии 15. Да, 15 серия. Так, на чём мы тут остановились? Давайте полюбопытствуем. Гость Икс. Какой Гость Икс? Немодный гость. Прожили 70 дней. Кто-то спрашивал, сколько же ты тут прожил? Саша, а сколько ты тут прожил? Сколько идёт это выживание? По-моему, Аксуст Иез заинтересовался. 7 дней я прожил. 2 часа 17 минут. Нахожусь на районе фермы товарища Спенсера, убийцы огненного демонического медведя. Просто... Ладно, не просто. Кстати. Кстати, кстати. Ладно, давайте загрузим игру, потом скажем, что за кстати. Итак, мы в пещере. Что я там хотел сказать? Кстати, кстати, я хотел сказать, что у меня появился спонсор, но, к сожалению, он скрывает своё наименование, поэтому я не знаю, кто он. Он появился, несмотря на то, что сейчас у меня канал переживает не лучшие времена, и видео по объективно-субъективным причинам не может выходить часто. Всё равно, кто-то из вас одарил меня своим спонсорством. Но данный человек анонимный, не могу его поблагодарить лично. Так что спасибо тебе, неизвестный друг. У меня на данный момент два спонсора. Вольфрамович и ещё кто-то. Спасибо вам и тебе, Вольфрамович, и ещё кому-то. Так, я обещал Диману Роткиллу, что, возможно, избавлюсь от ненужного мне совершенно ни к чему не обязывающему бонусу сытости. Возможно, Диман и прав, что нафиг он тебе нужен, дядя Саш. Будешь его таскать только для того, чтобы таскать. И мне для чего более. Я, наверное, вот что, ребяточки, сейчас пока жрач есть, что я сижусь в этой пещерке, наберу побольше хпшечки. Пока никуда не пойду, буду тут сидеть. А как у меня с хпшечкой будет получше? Так, а чё у меня там по части дров? По части дровишек. Ага, 32 единички. А спать я особо не хочу. Ну, там сейчас сильно холодно, да? А чё насчёт починиться? А починить что-нибудь я могу себе! Так, починить можешь, да. Но рано, рано! Рано! Рано, рано поутру. Ну, а чё, тогда давай просто ждать. Давай просто ждать, пока станет просто теплее. Ага, просто ждать не получится. Хотя... Хотя... На, вот плюсики мы. Плюсики. Ладно, жратву мы пока свою будем беречь. Пока будем беречь! Так, отставить. Да на, ешь! Хотя, не знаю, чё её беречь. Это вообще, в принципе, бессмысленно. Ну, сейчас можно будет поспать пару часов, потом выйти рубануть что-нибудь. Ещё дров накопить. Вот, давай сидеть, пока у нас нормально не будет здоровья. Не пойдём мы никуда. Лазать! Лазить! Пролезать! Пока здоровье наше не восстановится. Ну, хотя бы до 90%. А то не дай боже какая-нибудь рукопашечка. И до свидания, мой ласковый Миша. Возвращайся до новых восторячь. Так, чё я хотел за дровами выйти? Ну, там очень холодно, да? Но я могу чё-нибудь меленькое рубануть. Минус 20. Ну, давай чё-нибудь меленькое. Меленькое ты мой. Возьми меня с собой. Нет, крупненькое. Это я не могу. Какую-нибудь веточку. А лучше ещё кустики. Кустики! Лучше о всяком кустики. Возможно, на кустиках я не окочу. Лишь там он волчок. Серый бочок до сих пор валяется. Но на волчка серого бочка мы покушаться не будем. Не, я всё равно, глянь, хпшечку потерял. Потерял хпшечку. Потерял. Тогда нафиг такие вылазки. Дров мне хватит. Дров мне хватит. Будем просто сидеть внутри. Тупо сидеть ждать. Это, конечно, пагубно скажется. На том, что у нас на Волчьей горе все вещи окончательно бесповоротно разрушатся. Но уж теперь не до этого. Уж теперь не до этого. Тут говорится, быть бы живу, не до жиру. Чё будет, то будет. Так. Забирай еду. Пошли отсюда. Пошли валяться. Давай валяться. Давай. Я не против. Ну, не то, чтобы валяться. Просто будем тут тупо ожиданиями заниматься. А потом, как станет холодно. Просто у нас ещё и воды в организме. Не шибко много. Не шибко много. В этом есть небольшая проблемка. Так. Ну, воду мы сейчас выпьем. Ну, тогда сопряжём готовку... Готовку мясца с готовкой воды. Ещё Димон мне предлагал нафиг выкинуть котелок. Ну, наверное, да. Можно от него избавиться. Уровень кулинарии у меня уже нормальный. Могу разобраться и с банками. А сколько у нас котелок весит? Котелок, котелок, котелок. Килограмм. Килограмм котелок весит. Серьёзный вес. Ммм. Факелов-то сколько понабрал? Факелов можно столько не таскать, правильно? Ну, правильно, да. Да, правильно. Йо-йо. Можно не таскать. Так, давай, ожидай. Вас ожидает гражданка Никанорова. Давайте поожидаем, Никанор Иванович. А сейчас, как приблизится ночка, тёмная была, мы начнём, наверное, заниматься готовкой. Мы как раз... Плюс 12, пока тепло. Вполне. Так, тепло, конечно, хорошо, но... Но... Ты видишь, что у тебя там уже половинчатая усталость, да? Да, усталость у меня половинчатая. Что, разжечь костёр или как-то продержаться эту ночку? А воды мне хватит? А воды мне может-то и не хватить. Может-то и не хватит. Еды-то тебе хватит. А вот воды, наверное, нет. Ладно. Просто хотелось бы с утра развести... У меня же есть увеличительное стекло? Есть. Попробуйте увеличительное стекло в действии. Так, ну а что тогда по воде? А воды фигушки у тебя, да? Ага. Ага. А выпить что-нибудь этакого? Ммм, шиповничка можно хлебнуть. И вот этого можно хлебнуть. Хорошо. Хлебнём. Значится, пока тогда мы что делаем с тобой? Мы с тобой спим. А давай тогда шиповничка-то и выпей. Чё ты будешь его на него глядеть? Вот. А, вот это было лишнее. Рано. Рано! Так. А уверен, что прям 9 часов? Я, конечно, не уверен. Но 9 часов. Чем больше я посплю, тем больше отдохну. Чем больше отдохну. Чем жизнь прибавлю лучше. Так. Ну, прибавил немножко, да. Есть такая... Есть такая буква в этом слове. Ну, а что? Просто подождать? Если... Да, можем просто подождать. Вполне годится. Так. Вода кончается потихоньку. Да? Окей. Да. Окей. Ладно. Ладно. Ну, вот на тебе вы мне немножечко водить. Бабулечка-красотулечка. Бабулечка. Да нет. Давай мы с тобой дождёмся солнечного... Суэта! Суэта солнечного дождёмся. Суэта! Потом пойдём попробуем разу войсти. Огонёк. Угу. Так. Ну и что у тебя есть? Есть вот это, да. А тут у нас что? Кофе, чай зулёный. Кофе, чай зулёный. Ладно. Это мы приберём. Приберём на крайний случай. А случай, как известно, бывает разный. Правильно? Правильно. Это средство не помогло. Это средство для ежа. Это средство для моржа. Так. Просидел я тут почти целые сутки. А здоровье выровнял где-то процентов только до 70, да? Ну что-то типа того. Ну что там, солнца нету, как всегда, да? Да? Никакого солнца. Ладно. Оно может ещё появится. Так. Что же нам с тобой делать? Просто ждать, да? Ну давай будем просто ждать. Что нам остаётся? Что нам остаётся, кроме как просто ждать? Просто вода у нас кончилась. И мы сейчас будем терять здоровье из-за этого. А вот это нам вообще не нравится. Что, придётся мне разжигать так? Никакого увеличительного стекла я не получу. Правильно? Хотя погоди. Хотя погоди. Вот тут что-то такое похожее на солнце появилось. Что-то похожее. Отдалённо напоминающее солнце. Нет. Ноу, Татита. Это не солнце. И я вас понял. Так. Чё ж мне тогда хлебануть? А ничего тебе не хлебануть. Так у меня ХП будет. По одному ХП за один внутриигровой час. Ну давай мы чуть-чуть подождём. А. Всё. Я уже сохранился. Так. Нет. Это всё не дело. Вот эта вот попытка сэкономить спичку. Она может выйти вам боком. Ну солнце вроде как есть. А вроде как и в тумане. Правильно? Правильно. Ну что ж ты будешь делать-то? Ну давай кофе на тебя напою. Давай потрачу на тебя кофе. Давай. 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 Так. Кофе. Тем более у нас там ещё четыре есть. Оно конечно нам могло бы для чего-нибудь более такого, так сказать, экстренного, случайного пригодится. Ну да фигушка с ним. Так, усталость снизилась, усталость снизилась, снизилась, слизилась, слизилась. Ну, как мы видим, да, нифига тут никакие увеличительные стёкла делу не помогут. Блин. Слушай, а нет ли у меня воды? А пошли сбегаем в пещеру. То есть не в пещеру, а на ферму. Пошли на ферму. И заодно заберём оттуда лишнее. Там же вода должна быть. Заберём там, чё у нас там валяется. Да у вас там всё валяется. У вас там чё только не валяется. Вот. Ножовка. Не знаю, ножовка пусть пока со мной будет. Я её, может, там сейчас оставлю. А зачем её там оставлять? Её там оставлять не надо. Ножовку волоки с собой. Да-с. Ножовку сволоки с собой-с. Хорошо. Так, а приманка есть? Приманка есть. Всё, пошли. Побежали. Побя. Погоди, а дрова зачем я с собой все таскаю-то? Действительно, там же огромное количество килограммов дров у меня с собой. Огромное количество килограммов дров. Шесть килограмм дров ношу. Да чтоб я так жил. Шесть килограмм дров всегда ходил. На харбой носил. Не, шесть килограмм дров на харбой. Это несерьёзно. Пойдём. Тут сейчас не сильно холодно. Всего лишь минус тринадцать. Давай с тобой сходим. Прогуляемся. Так сказать, освежимся. Волчонок до сих пор почему-то не исчезает. А почему? А разве с него шкуру не забирался с этим? А, нет. Погода была плохая. Ничего с него не забирал, да? А, всё. Неблагоприятные условия. Волку. Волку подурнело. Волчонку бедному моему несчастному подурнело. Так, мы идём на ферму. Но в расчёте на то, что там будет вода. Но если там воды не будет, ничего страшного. Но может быть будет, может не будет. Не знаю. Может быть. Может будет, может не будет. Не знаю, как получится. Я уже не помню. Я уже ничего не помню. Знаю точно, что волки волокли мои стрелы. И они теперь неизвестно где находятся. Ну, я хотя примерно так представляю. Ну, одна стрела вон с оленем исчезла. Ушла в снег. Я вообще больше никогда не увижу. Я больше никогда не увижу. Олень, который недалеко от печеры был найден. Стрела ушла в снег. Олень найден. Стрелы нет. Я проверял потом. Включал режим полёт. Специально интересовался. Олень стрелу где-то потерял. Или она под снегом. Не, она под снегом лежит. И её даже щитами не достать. Даже в режиме полёта её не достать. Она ушла под снег навсегда. Да. А провалилась. А провалилась. Провалилась и помахала мне ручкой. Хвостиком. Пёрышками помахала. Сказала, дядь Саш, прощай. Прощай. Да. Ну что, ферма, есть на тебе вода? Так кто ж тут помнит, есть ли на ней вода? Там точно есть топоры и ножи. Это то. Это есть. И, по-моему, куча гвоздодёров там есть. А вот насчёт всего остального. Это я не... Ну, должна быть вода. Я вроде как воду делаю впрок. Тут даже еда есть попахивающая. Не поймите, чем оленина. Так, тут воды было много. Надо было давно сюда сгонзать. Так, вот отпала необходимость парить воду. Так, парить, конечно, не надо. Так, что тут у нас интересно? Ага, гвоздодёры. Гвоздодёры. Ну, я один, наверное, заберу от волоку высушенную кожу. Ну, наверное, заберу, не знаю. А сумку ей можем чинить, да? Угу. Так, пусто, пусто. Пусто. Так, тут у нас что? Шкуры забираем. Так, это высушенная кожа. Ну, пусть останется. Так, медведь забираем. Так, кишочки забираем. Забери тебя, кишки! Так, наконечники забираем все. Ножи забираем. Топор забираем. Топор возвращаем. Хотя нет, нельзя возвращать. Да, придётся всё уволочь. Ой, всё придётся уволочь. Так, берёзы забираем. Клёны забираем. Шкура. Ну, ладно, пусть одна оставим. Хотя, что её одну оставлять? Забирай, забирай. Так, не жалуйся. Так, это мне не нужно. 34 килограмма вешу. Ну, это я с водой. Это я без котелка. А, тут пусто. Понятно. Пусто, понятно. Так, миско, миско, миско. У меня там сейчас что при себе по части миска? По части миска у тебя ничего хорошего. При себе! Себе! Тогда давай сожрём. Ну, в принципе, мы можем ночку переночевать и валить отсюда. Верно? Верно. Тем более, я уже начал замерзать. Так, тут я ничего не оставлял. В аптечке что у нас там? А, это мне не надо всё. Это всё понятно. Это всё понятно. Так, тут у нас пусто, пусто, пусто. Всё, в пещеру. Бежим в пещеру. А, это я ещё и без спальника. Так, всё, бежим в пещерку. 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 Бежим в пещерку. Вот. Так, продолжаем. Движемся в задомном направлении. А вот и солнышко. Кто заказывал? Кто заказывал такси на Дубровку? Вот вам и солнышко. А мы как раз и замёрзли, да? Ну, можно, конечно, как раз и разжечь. По случаю того, что оно светит. Сейчас какой-нибудь волкодав откуда-то нарисуется. Падла! Падла! Так, ладно. Сейчас нам ещё придётся перераспределить веса. Веса. И как же мне отсюда лучше уходить, а? Через Отерь... Отерь! 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 Пойдём через Отерь браконьеров ползвезды. Пойдём через Отерь. Я не против. Давайте через Отерь. Так, грибочки соберём пока. Соберём, говорю! Чё ты не собираешь? Можно было бы, конечно, через Медвежий остров дёрнуть и пострелять в Медведя. Но... Ха-ха-ха-ха! Это может всё закончиться. Ну, знаете, как это обычно заканчивается, да? Ба-а-а! Вот так обычно это заканчивается. Как бы, конечно, не очень хотелось бы таких окончаний эпизода. Но мы посмотрим. Вообще, надо идти, конечно, через Медвежий остров. На острове могут валяться и волки, кстати. Их нигде нету. Они могли, падло, уйти на Медвежий остров и там издохнуть. Но, скорее всего, их трупики уже исчезнули. Так что... Найти свои стрелы мне не светит. Не светит и не греет. Так, чё, разжигаем огонь? Или ну его в пень колоду? Да вода есть, жрачки мало. Ну, давай разожжём. Давай разожжём! Давайте разожжём. Так, а где же мне его разжечь? В самой пещере, по-моему, солнце туда не будет добивать. Это, по-моему, безвариантно. Да давай прямо здесь. Так. Хлобысь. Ага. Давай. Разжигайте. Вот, сэкономим один... Один спы... Один спычк. Сэкономим один спычк. А потом пойдём через Медвежий остров. И будем мочить гада. Ну, там беспонтовняк, конечно, весь этот Медвежий остров. Потому что полно вокруг непрочного льда. Он теперь куда-нибудь убежит. Умрёт на непрочном льде. Льду. Облёд. И всё такое. Так. Так, пошли разожжём себе костерок от факелочка. И всё у нас будет, возможно, хорошо. Возможно, и не очень. Так. Вот он наш костерок. Разжечь огонёк. Так. Факелок. 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 О, факелок. Разжечь огонёк при помощи факелок. Ну, и давай, чё там. Кофу готовить. Или не надо кофу готовить. Ну, можно пару грибочков сготовить на всех пожарных. Чтоб был запас водички. А то вот я сейчас их взял. Угу. Я вас понял. В отказ пошли. В отказ пошли. Пару грибочков. Разумеется, мясо. Ну, сначала давай мясо, разумеется, приготовим. Вот единственное, что я тут сейчас начал готовку, да? Угу. Сейчас я дрова израсходую, да. А потом придёт хреновая ночь. И я буду замерзать. Поэтому надо дрова особо не раскидывать. Давай с дровами поаккуратнее. Да я не против. Давай поаккуратнее. Так. Вот, значит, костерок. Пошли за мясом сходим. Где тут оно у нас лежит? Вот оно у нас тут лежит. Прогорклая. Прогорькая оленина. Заберём всю эту прогорькую оленину. Так. Тело начинает неметь. Спокуха! Тело спокуха! Слушай, а тут ещё может же сейчас и уголь заспауниться. Мы тут уже давно здесь сидим. Отцы, откуда это? Так. Куски. Давай вот эти. Ну, давай мы как-то одинаковые будем класть. Вот по 450 грамм мулечек. По 450 грамм мулечек. Она у нас 18 минут будет готовиться. Вот. А палками мы пока особо не будем костёр задаривать. Будем класть по необходимости. Так. Значит, это 16 минут. У меня там вроде грибы были. Поэтому давай мы грибы с тобой перетрем. Вот. И однозначно согреемся за это время. Угу. Готово, да? Угу. Готово. Так. Далее. Что тут у нас? Килограмм, килограмм. Вот ещё есть оленина легковесная. Давай ещё эту легковесную оленину уложим. Угу. И давай ещё перетрем. И опять оленина заготовится. Так. Оленина заготовилась. Окей. Нет, она не заготовилась. Вот теперь заготовилась. Вот теперь давай мы будем шрать. Так. Я пока ещё буду беречь бонус. Потому что хочу донести всё это лишнее барахло. Вот как только я закончу с этим лишним барахлом. Наверное, нафиг я его пошлю куда подальше. Этот бонус. Надоел он мне. Ох, и надоел ты мне бонус. Так. 46 минут. Ну, придётся подбрасывать. Придётся подбрасывать пока что-то. Да, скорее всего, ты сейчас всё сожжёшь. Вот что я тебе хочу сказать. Спалишь ты всё, что у тебя есть. Спалишь, спалишь. Как миленький. Так. Ещё давай. Там же я вроде 46 минут был готовиться. Так. Сколько осталось? Семь до готовности, да? Нет. Давай тогда лучше вот так. Нам. Так. Теперь, поскольку уж у нас есть котелок. Где он тут у нас есть? И вот он он есть. То давай котелок мы, собственно говоря, с тобой и водорозим сюда. И водорозим воду в котелок. Вот так вот. Два литра. Вот. Сюда давай водорозим банку. В неё водорозим пол-литру. Так. А сами займёмся ещё перетиранием грибочков. Вот. Чтобы время зря у нас не проходило. И костёр зря не горел. Так. Заодно перетирание. Что там произошло с водой? Ей закипать 10 минут. Хорошо. Давай ещё одни грибы перетрем. Вот. И теперь мы получили немного воды. Мы сейчас начнём всё это готовить с тобой. Хотя нет. Давай мы это, наверное, выпьем. Выпьем. Так. Дрова придётся активировать ещё. Активировать печку дровами придётся. Так. Ну, с дровами давай поаккуратнее. На всякий случай себе малюк оставим. Малюк. Оставь мне малюк. Так. До расплавления. То есть там ещё до расплавления далеко. То есть она ещё и закипать не собирается. И до расплавления ей далеко. Так. До закипания 3-4 минуты. Прекрасно. Значит, мы сейчас себе и шиповничка заготовим на запасик. И грибочков зафигарим немного тоже на запасик. Правильно. Так. Что там? До закипания 13 минут. И ещё можем зафигарить немножко грибочков. Зафигарили. Так. До закипания 2 минуты. Так. Это забрали. 53 минуты. Так. Ну, чё. Давай мы сюда ещё 2 литра загрузим. Ну, придётся ещё и дров. Наверное, вот эти 2 литра как сготовится? Ну, тут дров как раз-то осталось ни к чему. Как эти 2 литра сготовится? Мы, наверное, с тобой и закруглимся. Так. Грибы готовить. Они будут 9 минут. Пока они 9 минут готовятся, мы можем вот эти перетереть. Они вроде у нас подгореть не должны успеть. По идее. А то чё я зря-то жду? Не надо зря ждать. Не надо зря ждать. Значит, 57 минут. Хорошо. Ещё грибы. Так. А перетирать ещё есть чё? Нету. Так. Повязка. А сколько у меня вообще повязок из МАТ? Три повязки, да? Нормуль. Так. Перетирать нам больше нечего. Так. До расплавления 12 минут. Наверное, она закипеть не успеет. Но у нас вроде есть одна таблетка, да? Так. Ну, одна таблетка только на 1 литр. Вот в чём прикол-то. А у нас-то литра 2. Вот. У нас оставится литр ни тудой, ни сюдой. Ни тудой, ни сюдой. Это нас не устраивает, разумеется. Ну, давай. Возьмём ещё чуть-чуть. И фонарь превратим тоже в дрыночку. Давай фонарь, конечно, превратим в дрыночку-то. Ого. Мы тут полигры этим занимаемся. Тем, что превращаем фонарь в дрыночку. Так. Превратили фонарь в дрыночку. Собственно говоря, дрыночку-то и сюда и закладём. Так, значит, сады закипания 3-4 минуты. Есть там у тебя ещё что-нибудь такое эткое? Есть. Давай. Давай, переготовим. Всё, кончилось. Угу. Тогда воду. Тогда воду. Так. 9 минут, гореть 24 минуты. Нормально, да? Вроде как всё приготовилось. 10 минут. Ну, всё тогда пока. Пока только банку забери. Котелок. Пусть тут у нас где-нибудь рядышком стоит. Пока всё. На этом мы подытожимся. Подытожимся. Так. Давай мы всё это слопаем. И мелкое, и крупное, и какое бы оно там ни было. Так. Да. Лучше мелкие куски съедать, чтобы потом крупные тащить, чтобы они меньше запаха давали лево. Во. Нормально. Воду потом, если что, лишнюю сбросим себя. Точнее, в воду, а не в воду. Ну, это всё. Это всё поутру мы будем выяснять. Давай спать. Надеюсь, мы сейчас не закалеем. Ну, а если закалеем, придётся разводить тебе костерок ночью. Придётся? Придётся. Ну, проснулся пока. Пока жив. Да? Хм. Плюс 6. Так. Ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда. О. А вот оно, оно. А вот оно, оно. То, чего мы так с вами долго ждали. Вот оно, оно и наступило. Наступил зашибись. А, не, не наступил. Плюс 5 пока. Зашибись. Да нам не нужен этот зашибись. Зашибись 100 лет. Он нам вообще не нужен. У нас без зашибись. И так всё зашибись. А чё там поздоровится? Здоровится. Здорово, Кострома. Здоровенько. Блин, чё там? Вообще еле-еле душа. Душа в антителе. Еле-еле душа в антителе. Чё так? Медленно. Медленно. Чё так? Нам нужно боестронку. Может быть, сейчас хряпнуть этого чайку и поспать 4 часика? Ну, можно, конечно, попробовать. Оно, конечно, попробовать можно. Ну, тогда давай мы ещё подождём с тобой малость. И поспим тогда не 4, а побольше. Так, хоррэ пока. Давай. Давай попробуем чаем себе хп восстановить за время отдыха. Надо было давно этот чай хлебнуть. Чё я уберёг? Давай мне драш и меч, и нечего его беречь. Да? Угу. Интересно, мы проспим 4 часа? Что-то у меня есть такое подозрение, что нет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вы проснулись полностью отдохнув. Да кто бы сомневался. Так, более эффективный отдых. Ну, более эффективный отдых у нас ещё присутствует. Да, и когда он кончится, никто точно это сказать не моёт. А там туман и ночь. В туман идти нехорошо. Так, точнее сказать, там не то чтобы ночь. А там пока ещё только приближается. Но туман. Вот туман это нехорошо. В туман идти нехорошо. Не. Тем более, кто-то там хотел перейти по Медвежьему острову. Вот это вообще нехорошо. Так, кишки 78%. Это тоже пока не досохло. Так, давай попробуем с тобой починиться. Чё у нас тут? Вот это давай починим. Давай, чини. Может, сейчас заодно чё там по туману ситуация сменится. Угу. Сейчас. Сменилось. 10 тысяч раз. Я понял. Я попал. Я буду тут сидеть ещё одни сутки. Хорошо. Значит, тогда чиним себе дальше. Чё там у нас? Шляпа. 90. Давай добьём до соточки. Нам сейчас лишняя температура не повредит, чтобы она у нас была. Так. Шляпа. Канулевая шляпа. Так. Давай, нахаваемся. И оставим себе на приманочку немножечко. Ага. Пойдёт. Тут ещё на ночь мне, в принципе, хавчик. Хавчика хватит на ночь, наверное. Так. Чё ещё починить? Вот эту шляпу. Да это не обязательно. Самоплясы. Треймс, Пеймс. Да я пока больше ничего мы чинить не будем. Так. Ну, может, тогда всё-таки валить. Может, тогда всё-таки валить отсюда. Блин, да ничего же не видать. Ну, как валить? Как валить в такой туман? Не. В такой туман валить, ну, никак нельзя. Хорошо. Тогда я вам предлагаю чего-нибудь себе всё-таки зачинить. Чё на самое фиговое? Ну, шляпу давай. Её волки могут сгрызть. Её могут сгрызть волчач. Волчаки? Не удалось. Сейчас зашибись. У меня ткань кончится. С этим не удалось. У меня кончится ткань. Угу. Ну, всё. Пришли. Приехали. Приплыли. Темнеет. Идти нельзя. 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 Ладно. Нельзя так нельзя. Более эффективный отдых ещё присутствует. Так. Коль он присутствует. Давай мы тогда попробуем с тобой поспать. Чтобы более хоть чуть-чуть. На 4 часа мы, конечно, не проспим. Но хп, хп нам надо. Хп восстанавливать. Хп нам надо. Да. Так, да. Вон там теперь-то стало светло. Типа, типа светло. Но, типа, куда мы попрёмся? Никуда мы не попрёмся. Будем сидеть. Всё. Теперь нам придётся ждать. Больше нам заняться ничем полезным нечем. Придётся нам ждать. И смотреть, как холодает. Ну, 7 часов мы, конечно, не подождём. Потому что у нас кончится и пища, и вода в организме. 8. Так. 8. 8. Так. 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 6. Так. Отставить. Так. Вот мне не нравится, что там начинает как-то завывать. Вот это мне не нравится. Еда у тебя кончилась. Ну, ты сейчас, если попрёшься на стоянку рыбакопа... Ой, каких рыбаков в... В отель у браконьеров ползвезды. Там-то Тимофеевки немного наберёшь. А на кряжах на болоте я уже был. Я тут что-то вспоминал и думал как-то. Не сходить ли мне на кряж. Ты же там заспаунился. Чё ж тебе туда идти? 4 градуса. 3 градуса. 2 градуса. Утро. Хорошо. Тогда выпить. И спать. И в путь-дорожку фронтовую. Так. Значит, ну 5 часов мы, конечно, не проспим. А вдруг? Должно быть уже светло. И надеюсь, что хорошая погода. О, отлично. Вроде как более-менее. То, что надо, да? Так. Утро, 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 утро. Но ещё прохладненько, конечно. Ещё, конечно, прохладненько. Ещё прохладненько. Блин. А я выспался, да? Ну да. Змей выспался. Так. Ну, спальник в любом случае ты забираешь. Это мы оставляем. Так. Недосохшие шкуры. А что мне по волчьим шкурам вообще? Раз, два, три, четыре. У меня есть шкур на шубу. Поэтому нет нужды их тащить, эти недовысохшие шкуры. Правильно? Вот это 99, высохла 94. Ну, вот это можно забрать. А с другой стороны, сколько у меня олених шкуряк при себе? Олених шкуряк у тебя больше нету. Ладно. Заберём кишки, кишки, кишки бросим. Понят будут сильно. Так, лампу, конечно, нам придётся брать. Это мы сейчас пока всё возьмём, но потом часть фонарей я сейчас сброшу. Часть фонарей я сброшу. Мне столько фонарей не надо. Так, фонарей сбрасываем. Фигово качество. Вот эти вот все. Ну, вот это 48% на один оставим. Остальные все нахвик. Так. Угу. Гвоздодёр только один с собой тащу. Ну да, потащу только один. Лишний мне не нужен. Это я не знаю, зачем тащу. Чтоб нож беречь. 250 грамм всё время с собой таскать. Из лука и снова ещё ни разу ни в кого не стрелял. Так, ну чё, котелок забрать или бросить тут? Так, ну с учётом того, что я воду с собой тащу, да? Тогда котелок брать не будем. Ладно, пусть останется. Надеюсь, я не пожалею, что я его тут... Хотя я его могу, конечно, и тащить. Ладно, не буду я его тащить. Всё, пошли. Пошли. Да котелок-то я ещё, если что, найду. Угу. Температура? Минус 24. Блин, как холодно, да? Так, кто-то собирался переть через... Медвежьи апартаменты, через Медвежий остров, да? Ну, можно, конечно, рискнуть своим здоровьем. Но сейчас придётся где-то костёр скоро разводить. Поэтому тогда надо, чтобы палочки были. Потому что солнце светит. Так, бегом давай особо увлекаться не будем. Палочки. А где я их могу отхватить? Только наломать. Дров. Ладно, пошли пока так, без всяких палочек. Ломать ничего не будем. Пускай замерзает. Пускай замерзает. Блин, 24 градуса, а? Я-то ещё одежду немножко подлатал. Так, там ещё еда, еда. За едой надо следить. Так, ну чё? Ну, до лагеря, надеюсь, дотянем. Угу. Ты собрался через Медвежий остров идти. Ты сейчас дотянешься. До лагеря. Да ладно, дотянешься. Так, ладно. А мы сейчас напрямую можем пройти вот тут? А кто его знает? Может, можем. Может, нет. Так. Давай чуть-чуть ускоримся. Где медведь? Медведь. Напрямую, по-моему, можно пройти. Там как-то от мостков, туда и сюдой. Можно пройти на Медвежий остров напрямую. Так. Вот, значит, выходим на оперативный простор. Медведь у нас слева его, так называемый, островок. Островок слева. Да, мы вот по этим льдам можем прямо пройтись. Можем. Пройти-то вы можете. Эх, попасть бы ему в глаз. Вот точно, а. Все, риск перехлаждения. Зашибись. Хотя не всегда выстрел в глаз его укокошивает. Где-то вот тут, на этом острове он обитает, товарищ медведь. Так, вот это было сейчас нехорошо. Непрочный лед. Тимофеевка. Берем так. Надо греться. Надо ветки находить и греться, потому что 19 хп внутриигровой час. Пеу, пеу, пеу. Слушай, а где же медведь ходит, засранец, а? Где же ходит медведь, засранец? Да где-то ходит однозначно. Где-то однозначно ходит. Ай, давай, 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 да. Оооо. Да ты чё? Да ты чё? Так, пожалуй, наверное, лучше сделать вот так. Пожалуй. А то он сейчас нарисуется неожиданно. А тут я такой... Ты-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-ры. Вот ещё лучше. Ещё лучше. Давай, сзади медведь, спереди волк. Давай. 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 Ух ты, в ногу куда-то насмерть убил. Неплохо. Так, волк. Ты, конечно, брат молодец. Ты, конечно, брат молодец, не хочуха. Но я вообще искал медведян. Ой, я уже и кушать хочу. Вот и началось в колхозе утро. Угу. Вот мы и замерзаем уже. И все дела. И кушать нам нечего. И, так сказать, медведь нам теперь просто необходим. А вот и медведь, да? Угу. А вот и медведь. И вот он как будто бы даже нас... Это что тут, непрочный лед? Нет, тут нормальный. Он как будто бы даже нас заметил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай, дядя Саша, сосредотачивайся. Как тебе лучше быть? Я не знаю, как мне лучше быть. Мне лучше, конечно, костер развести. Но. Но. Ты уверен, что тебе надо с медведем связываться? Не, мне кажется, мне не надо с ним связываться. Мне кажется, мне надо от него валить. Ты его увидел? Молодец. Волков тут никаких-то не заметил. Мог заметить? Не знаю. Может, мог, может, не мог. Не, надо валить. Ты же у концлагеря... Ой, то есть у лагеря... У отеля браконьеров ползвезды можешь встретить медведя. И там будет тебе поудобнее с ним бодаться, чем здесь. Правильно? Да. Правильно. Поэтому давайте-ка мы забьем пока на медведя. Ух ты! Баночка еды! Аааа! Часть какой! Томатный супец! Так, томатный супец. Ладно. А где тут к этим браконьерам выход? Где к этим браконьерам выход? Давай искать. Давай искать. Где тут к этим браконьерам выход? Ну вот, ты к ним, собственно говоря, идешь. Уже где-то недалеко ты находишься, по-моему. По-моему, недалеко. Вот, это же тупик, правильно. Значит, браконьеры, они с другой стороны. Блин, волки со всех сторон воют. Как-то мне все это... Как-то мне все это не нравится. Я тут еще и жрать хочу. Так, ну у браконьеров там что-нибудь похавать будет однозначно. Какая-нибудь хоть одна банка да найдется. Может, волчишку неподалеку застрелю. Если повезет. Как говорил Глеб Егорыч, повезет тому, кого петух снесет. Так, вон браконьеры, они далеко. Блин, 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 блин. Надо ускоряться, а то замерзаем мы нафиг. До них еще пилить и пилить. До товарищей браконьеров. Все хп, что нас же-то непосильным трудом. Он сейчас может уйти в небытие. Да, может уйти. Я уже в перевесе. А почему в перевесе? Дров, наверное, набрал, да? Дров, еды и все такое. Так, ну ладно. Пока Тимофеевку давай, наверное, оставим. Давай пока побыстрее дойдем. Тимофеевку там еще мы наберем. Может быть. Так, ладно, ладно, ладно. Давай, давай, давай. Нам нужно срочно брандеспойт разжечь. Так, а над кем они там так орут? Ладно, трупешникам каким-нибудь. Так, вон у нас Тимофеевка. Может, музыка тревожная. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Но тут в лагере просто так дрыхнуть не получится. Тут придется костерок жечь. Тут без костерка никуда. Если что, тут недалеко есть пещера наверху. Да, на заводе. Но туда тоже надо для начала дойти. Ну, в принципе, лук есть. Дойдем. С горем. С горем напополам загребем как-нибудь. Так. А, не, погоди. Здесь еще есть пещера поближе. Точно. Вот там он где-то есть. За теми скалами. Я в ней очень-очень редко бывал. Я не знаю, она появилась или она была всегда. Я просто про нее не знал. Тут есть еще одна пещера. Точняк. Точняк. Есть пещера. Так. Медведя пока не видать. Но он нам пока не нужен особо. Особо одаренным медведь не нужен. Все. Пришли. Вот он наш лагерь у браконьеров ползвезды. Отель браконьеров ползвезды. Так. Ну тут что? Тут просто разжечь франспоид. Солнце светит. Да вроде светит. Возможно. Тут даже уголь есть. О, тут даже еще красный факел есть. Лагерь браконьеров. Новое местоположение. Угля много. Но мы его пока жечь не будем. Так. Тут какая-то одежда. Лампа вторая. Зашибись. Вторая лампа. Так. Лачик. Угу. Рыжигай, рыжигай, рыжигай. Нам надо греться, греться, греться. Греться, греться. I want греться. Сейчас ты согреешься, согреешься, согреешься. Так. О, какой-то звук я слышал. Медведь, что ли? Или это... Да, медведь пришел. А где же он был? Почему я его не видел? Хм. Нормуль. Он впереди, что ли, был? Откуда он выгреб-то? А, ну он иногда прорисовывается потом. Тут это... Есть такая фишка. Найдено новое местоположение. Вы чё? Вы чё, ребят? Какое местоположение? Только без багов, пожалуйста. Пожалуйста, без багов. Так. Фонарь. Какая у нас температура? 14. А нам пока холодно. Тут где-то Миша неподалеку трется. Только непонятно где. Так. Ну, это свитшот. У меня лампа еще одна нашлась. Понятно все. Все понятно. Так. Значит, нам пока холодно, да? К сожалению. К сожалению, нам пока холодно. Жаль, конечно, что нам пока холодно. Так. Вот это мы все можем выбросить. Это нам пока все не нужно. Чё это зря с собой все таскать? Так. Перья. Ладно, перья не будем. Так. Это бросить. Это бросить. Это чё? Она сырая, да? Она свежая. Но она сохнуть все равно фиг будет. Она сохнуть все равно не будет. Так. Теперь, значит, лампа. Вот это бросим. Возьмем. Бросим. Так. Ну, это ладно. Оставим их долго. Их уж очень долго собирать. Ага. Пока вот так. Пока вот так. Так. Где медведь-то? Где медведь? Я же слышал, как он тут ходил. Куда он делся? Где он есть? А то как-то нехорошо будет, если он мне сейчас в попу начнет кусать. Медведь, ты где? Так. Волк, слышу, скулит. Не пойму, где медведь. Не пойму, где медведь. Вон волк вижу. А мишка где? Так. Нам надо греться. И уголь-то положить нельзя еще пока. Так. Минус четыре. Минус три. Еще надо чуть-чуть. Давай. Согреемся. Непонятно, куда делся товарищ медведь. Куда ты делся? Не, давай мы тебя вот так разогреем. И выпьем тебя. Да, давай согреемся заодно. Так, по-моему, уже можем уголь положить. По-моему, можем уже уголь положить. Ага. Во. Все, теперь нам стало тепло. Так, теперь нам только осталось найти, куда у нас делся медведь. И есть ли он тут вообще? Так. Ну, наверное, давайте мы... Сколько он там горит? Два часа? Давайте мы, наверное, часик поспим. Согреемся. А уж потом медведи и все дела. Медведики и прочие делишки. Угу. Так, ну нам здесь долго сидеть не получится. Дравишко у нас тут. Че, я даже не вылечил себе риск переохлаждения? Фига себе. А че такое? Почему? Странно. Так долго здесь надо сидеть? С ума сойти. С ума сойти. Ладно, давай мы еще положим эту, как ее там... Уголь. И давай мы, как его там... А, котелок-то ты. Котелок-то ты. Ладно, хорошо. Хорошо. Ну, давай спать не буду. Я буду стоять. Так, а даже риск-то вылечиться-то? Глянь, все, не лечится и не лечится. 13%. Ну, я понял. Сейчас еще раз мы приготовим и риск вылечиться. Капец. Какой риск я основательный подхватил, а? Ну, это ж такой риск основательный подхватить. Ага, наконец-то вылечился. Ура! Так, бронспойту горит 2 часа. Можно здесь, кстати, водички обронить. Обронить водички. Я часто в отель у браконьеров оброняю водичку. Ну, чтобы она тут была. Ладно, пока 2 литрика. Так, теперь мы давай оброним вот это. Разогреем. Подогреем. И пойдем шлындать в поисках каких-нибудь медведей. Ой, а там туман, блин. Вот туман нехорошо. Вот туман нехорошо. Так, волка вижу. А, медведь тоже вижу. Медведя тоже вижу. Медведь вон он. Придется сначала с волком разобраться. Сначала придется с волком разобраться. Который не желает идти ровно. Желает идти какими-то непонятными закоулками. Это плохой волк. Плохой волк. Волк плохой. Ну, иди ты нормально-то. Че ты, блин, а? О, ёперный театр. Ты вообще ко мне идешь? Ты вообще куда идешь? Я понял. Он вообще ее не заметил. Это очень странно. Это очень-очень странно. Так, медведик. Медведик. Как-то надо занять положение. Такое, чтобы можно было сюда сквозануть. Не очень проблематично. Ну, че? Постреляем издалека в медведика? Или приманим поближе? Да вообще хотелось бы, конечно, поближе приманить. Так, волчак убежал с моей стрелой, падла. Ну, медведь вроде как близко. Сейчас зарядим медведю. Сейчас зарядим. Если он нам раньше времени не зарядит. Так, а как же он будет нас атаковать, если мы в него сейчас попадем? Меня интересует. Никак он вас не будет атаковать. И непонятно вообще, осталась ли в нем стрела. Ай-яй-яй, стрела не осталась. Из него кровь не пошла. Это плохо. Это плохо. Ладно. Будем ждать. Куда он делся? Интересно знать. Интересно мне знать, куда он делся. Так, ну, если бы он с той стороны остался, это было бы, конечно, супер. Но он, блин, гад может с той стороны и не остаться. Ладно, сейчас поищем. Сейчас поищем. Это вот тут вечно с медведем всегда все плохо. Все, все плохо получается. Так. Ну и где его искать? Где мой детектор обнаружения медведей? Так, детектор обнаружения медведей. С этой стороны он есть? Так, не вижу я его. Ты, блин, ты еще давай упади мне. Ты еще давай мне упади. Так, я хотел наверх вот по этой ветке залезть. Не понял. А раньше вроде залезалось по этой ветке наверх. Где медведь? Где медведь? Или я на ветку не попал, или я не знаю. Или я не знаю, что происходит. Или не по той... А, вон медведя вижу. Медведя вижу, вон он. Буксу... А, он буксует. Медведь, я тут. Миша, Миша. Миша забуксовал твою за ногу. Миш, ну что ты забуксовал-то? Ну как мне теперь на тебя охотиться, если ты забуксовал? Фу ты, блин, я не знаю. Ой, не по носу так золотух. Он забуксовал. И вот как ее теперь выманить, чтобы он перестал буксовать? Он в дерево попал. Его заклинило. Я вас понял. Отклинило? Наконец-то. Наконец-то. Пришла зима. Так, Мишу отклинило. Ну что, попробуем еще раз на него похотиться. Попробуем. Сейчас согреемся, постоим чуть-чуть. Так, как бы мне так в него попасть, чтобы стрелочка-то в нем осталась? У меня всего четыре стрелы, блин. У меня всего четыре стрелы, блин. Забегаем. Куда он там побежал? Я не знаю, нам все равно. Так, ну по-моему, я в него попал. Да, он убежал. Стрела, походу, в нем осталась. Ну, сейчас проверим. Сейчас проверим, где она осталась. Да, вон кровушка пошла. А там что, волк, что ли, сдох уже? Я не пойму. Вон там что-то лежит. Так, все, тогда мы пошли спать. И на этом мы сохранимся. Уже в следующей серии начнем искать медведика. Медведика. Так, книжка наша. Убитых медведей. Что в ней написано? Так. Так, написано убитых волков. Медведь, пока только один. Ну, отлично. Так, горит он у нас два часа. Ну, мы давай часик с тобой поспим. А дальше будет видно. А дальше будет видно, ребятушки, девчатушки, что мы будем делать. Ну, медведь, наверное, за час не издох. Хотя мог и издохнуть. Хотя мог и издохнуть. Проверим книжицу. Что в ней написано? Убитых медведей. Убитых медведей. Убитых медведей один. Нет, он пока не сдох. Ладно. Пофигу. Не сдох, так сдохнет когда-нибудь. Правильно? Правильно. Ну, все, ребятушки, девчатушки. На этом наша пятнадцатая серия немодного гостя заканчивается. Всем большое спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Не забудьте Макса Лукьянова послушать. Я вам ссылочку на него оставлю. Всем спасибо. Удачи в игре. Остерегайтесь серых штурмовиков. Увидимся. Продолжение следует...